Учащиеся 127-й гимназии Владимир Воронин и Михаил Руданов будут представлять Снежинск на областных соревнованиях по лего-конструированию. В прошлом году на международном чемпионате в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, они обыграли соперников из 34 стран мира, показав лучший результат в сборной команде России. Ребята вновь заявили о своем участии. Первая победа на муниципальном уровне одержана. Каждый год они обновляют задания, то есть не изменяется только одна категория, это футбол, в которой мы участвовали, но в городском этапе его нет. Вообще чем это интересно? Это очень перспективно, робототехника, это очень перспективное направление сейчас. Вы себя видите создателями роботов? Ну, возможно, отчасти. Ну, работа с информационными технологиями, кубернетика и робототехника, то есть как, куда жизнь запросить. Каждый год разные соревнования, и каждый год, естественно, разные роботы. Ну, естественно, к каждым соревнованиям уходит не одна конструкция, то есть собрали конструкцию, а чем-то не понравилось, переделаем заново. Городские соревнования по лего-конструированию проходили в гимназии. Здесь, по мнению организаторов, представителей управления образованием и межшкольного методического центра, созданы все условия. Что касается лего-движения, то в Снежинске оно развивается с 2008 года. Развиваются не только конкретные какие-то конструкторские умения, дети учатся программировать, развиваются так называемые метапредметные их знания и умения, пространственное мышление. Это очень интересно, это перспективно, потому что вы видите, что мы с вами живем в мире, скажем так, окруженным цифровой техникой. И программисты, это, в общем-то, наверное, самые перспективные люди в нашем обществе. Ребята получают навыки первые. Участников соревнований не бывает много. Это интеллектуальный, конечно, труд. К сожалению, мы недостаточно обеспечены конструкторами лего в городе. В большинстве школ их по два всего. Но, тем не менее, те, кто хочет развиваться, те находят возможности для того, чтобы выставлять свои команды и занимать хорошие места. Согласно положению муниципального этапа, в соревнованиях по лего-конструированию принимали участие школьники трех возрастных групп. В младшие победителями стали пятиклассники Иван Тубровин и Даниил Власов из 135-й школы, команда «Диван». В среднем – гимназисты Денис Щукин и Кирилл Устюгов, команда «Сталкер». В этом году своих роботов представляли команды из гимназии 135-й и 117-й школы города. Все участники получили призы. Призы к соревнованиям предоставляет управление образования города Снежинска. И мы традиционно обращаемся, конечно, к спонсорам. В этом году нам предоставили прекрасные призы. Магазин «Цифровой комфорт» и магазин «Техностайл». Это камеры, это медиаплееры, то, чем пользуется современная молодежь. Это наушники к компьютерам. То есть все, что пригодится участникам соревнований, обязательно в будущем, в их обыденной жизни. Гимназисты Владимир Воронин и Михаил Руданов в середине марта поедут на областной турнир по лего-конструированию. Им предстоит защищать честь Снежинска. Умный конструктор не просто развлечение, а наглядное пособие при изучении математики, физики, информатики. И только интерес может заставить заниматься после уроков конструированием роботов.